Современный приют для бездомных животных открыли в Петропавловске. Построили его по европейским стандартам. И аналогов этому комплексу в нашей стране пока нет. Своё место в приюте уже нашли больше 100 собак и около 50 кошек. Кристина Юсичева расскажет, в каких теперь условиях будут жить брошенные хозяевами питомцы. Приют для бездомных животных построили на окраине Петропавловска. Рядом с лесом. Территория большая. В вольерах уже разместили больше 100 собак. Все они беспородные. У каждого четвероногого своя печальная история. Одних оставили на улице при переезде из частного сектора. Других бросили прямо по двери приюта по неизвестным причинам. Кормежка у них два раза в день. Обеспечиваем питьем. Кормежкой обеспечиваем в полной мере. То есть крупы варим, заготовки делаем. В принципе, им как участие надо, им надо общение. Они подходят, они прям радуются. В следующем году планируют расширить вольеры. Уже летом разместить здесь смогут в итоге 500 собак. А в двухэтажном комплексе комнаты для кошек. Кот Васька сегодня счастливчик. Поедет в новый дом. Алла Кувшинова – артистка. Пришла выступать на открытии приюта. У нее уже есть свой питомец – собака, которую она подобрала на улице. Я прям сразу его назвала Василек. Я несколько кошек взяла на руки, но Василек как-то ко мне прижался и замурлыкал. И теперь у Лейса появится друг в доме. И они будут жить дружно. Построил приют бизнесмен Андрей Исаков. Он уже больше 10 лет помогает зоозащитникам. Выделяет деньги на корма и услуги ветклиник. Говорит, что сам любит животных. А построить подобный комплекс мечтал давно. Кстати, в этом году Андрей Исаков стал лауреатом республиканской премии Жумарт-Журек. Хотелось для этих животных, милых, бездомных, которые и так получат жалкое существование, создать какие-то более-менее комфортные условия для жизни. Поэтому я задался целью построить такой приют, скажем так, мирового уровня. Мне больше всего понравился приют именно в Харькове, потому что он сделан, во-первых, по европейским стандартам. Также здесь организуют площадку для дрессировки животных. Есть конгресс-холл для гостей. Скоро откроют ветклинику, которая должна приносить деньги на содержание приюта. Но пока меценат будет выплачивать зарплату рабочим и кормить животных за свой счет. По его подсчетам на месяц нужно не меньше 7 миллионов тенге. Кристина Юсичева, Руслан Алиев, Петропавловск, Хабар-24.